Тарададада Здравствуйте, меня зовут Петр Семилетов и это видео обзор телефона Samsung Keystone 2 он же GTE 1200M он достался мне в нагрузку к планшету и я хочу представить вам небольшой обзор этого бюджетного телефона. В коробке в коробке у нас лежала зарядка и все никакого кабеля зарядка к телефону имеет нестандартный разъем вот он тут сбоку закрыт заглушкой мне лень его сейчас открывать разъем плоский как бы вам показать сейчас 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 вот итак вот такой плоский разъем нестандартный он же служит для подключения гарнитуры и вероятно можно каким-то образом подключать компьютер но я не пробовал сейчас мы его закроем никаких других разъемов на мобилке нет как видите тут очень много чего нет нет ни блутуза ни конечно же интернета включаем дисплей вот такой дисплей клавиши удобные хорошо нажимаются крупные разрешение разрешение дисплея 128 размер экрана сейчас глянем тут написано 1,52 дюйма тфт на борту предустановлены две картинки в качестве обоев и целых и целых две вот мы видим календарь но в календарь нельзя добавлять события то есть календарь чисто чтобы посмотреть также на борту одна игра джемс что-то там а джоэл квест вот видите какая музыка играет о технология бурящая в общем как тут играть вот давайте посмотрим какой дисплей углы обзора ну не самые хорошие но не самые плохие яркость достаточно хотя вот видеосъемка не передает качество картинки а картинка выглядит на самом деле хорошо давайте посмотрим меню журнал вызовов контакты контактов по моему максимум 200 календарь я уже говорил заметки можно добавлять заметки сообщения память по моему на 100 сообщений смс поддерживается ли ммс я не знаю скорее всего нет потому что а что отправлять ммс если тут нет камеры камеры нет это бюджетный телефон электронная почта тоже не поддерживается потому что нет интернета ну и игру я уже показал приложение это конвертер валюта таймер секундомер калькулятор фонарик как работает фонарик но вот мы включаем фонарик и экран светится белым светом чтобы выключить мы его выключаем такой фонарик ну и далее идет оператор светилит и будильник некоторое количество будильника можно установить и настройки настройки очень мало вот давайте послушаем как как звучит он если мы пойдем в профиль обычный изменить просто чтобы услышали громкость музыки музыка установлена тут в формате миди вот так он звонит то есть не очень громко не очень тихо средне о качестве связи вернее о качестве передачи голоса телефон рубит шумы то есть голос собеседника возникает как бы из ниоткуда из полной тишины и поэтому временами кажется что на том конце провода никого нет человек есть громкость достаточная чтобы услышать на улице собеседника клавиатура я уже отмечал хорошая удобная эсэмэски набирать удобно язык интерфейса и язык набора сообщения отделен друг на друга то есть настраивается отдельно такая телефонная книжечка с поиском есть три предустановленные темы оформления в принципе все что можно сказать телефон очень бюджетный очень если сравнивать его с старыми бюджетными моторовами то они напакованы гораздо больше и даже современные бюджетные LG напакованы это так телефон для стариков но старикам может быть неудобен джойстик вот стандартный самсунговский джойстик который выполнен в виде рамки вот мне то ничего а вот не знаю как другим вот и весь замечательный обзор телефона Samsung Keystone 2 от Петра Семилетова ждите следующих обзоров ха-ха-ха-ха-ха